Приветствую вас! Сразу хотел бы сказать, что я не читал ответы коллег, соответственно, что-то из того, что я могу сказать, возможно, повторяется. Вот, значит, поэтому давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. По факту, за исключением некоторых деталей, можно ограничиться одним только лишь заголовком вашего вопроса, где вы спрашиваете, как устраивать отношения с человеком, который привык быть один и жить один. Значит, важна причина, по которой человек живет один. То есть, понимаете, если это его жизненная позиция, если это его сознательный выбор, то есть, я выбрал одиночество. Я выбрал жить один. Я решил, что я лучше буду один. То есть, если человек вот так, значит, решил, если человек таким образом пришел к тому, что он один, да? То можно показать ему, что, например, быть с вами лучше, чем быть одному. То есть, у одиночества, по мнению человека, есть какие-то плюсы. И у неодиночества, да? То есть, например, у жизни с вами есть какие-то плюсы. Вам нужно показать человеку, что плюсов больше с вами, чем плюсов в одиночестве. Конечно, нужно увидеть, что человек для себя черпает в одиночестве. То есть, может быть, он один, потому что не хочет или думает, что не справится с ответственностью, которая на него будет давить, если он будет с кем-то, да? Вполне возможно, что человек избегает каких-то отношений, да? То есть, ну, сознательно. Вполне возможно, что там был какой-то негативный опыт, да? И так далее. То есть, вот вы говорите, что серьезных отношений у него не было никогда. Ну, серьезные отношения, они ведь для каждого человека свои. Поэтому я не думал, что можно здесь употреблять такие вот слова, как серьезные отношения или несерьезные отношения, понимаете? Ну, просто потому, да, просто потому, что для каждого это может быть, ну, свое. Понимаете? То есть, вот, понятно, понятно, я надеюсь этот момент, что если человек сам решил, что он будет один, то вам нужно просто показать ему, что то, чего он хочет, да? То, к чему он стремится. Гораздо легче, проще, комфортнее, полнее можно получить, значит, соответственно, ну, с вами. То есть, для этого, грубо говоря, не нужно, там, чего-то бояться, там, отношения с вами, там, не несут для него каких-то нежелательных элементов, понимаете? Вот. То есть, здесь ситуация, она вот именно такая, такого плана, что вам нужно сделать так, чтобы мужчина увидел, что отношения с кем-то, да, это не тягость, а наоборот, соответственно, значит, ну, что-то очень важное, да, и что-то такое, что можно использовать и для себя, вот. Это при условии, если мужчина решил, если мужчина решил, что он будет так, что ему так лучше. То есть, здесь, вот, вы написали, что я знаю его цели, трудности и мечту, но при этом вы не написали его желания, то есть, что ему нравится. Цели это одно, а мечта это другое, трудности это третье, а желания, и что он любит, вы ему, вы не написали, что вы любите, что вы знаете об этом. Так же, ага, нужно вам увидеть, что вы могли бы делать для человека гораздо лучше, что он делает сам для себя сейчас. То есть, если вы не встречаетесь, то имеет смысл предложить ему, например, допустим, приготовить что-то. Да, то есть, вот, вы встретились, вы ему говорите, ой, давайте я тебе там приготовлю что-то, давай я тебе там что-то еще сделаю. Вот так, постепенно, постепенно, постепенно. Тут нужно понимать, что в этом случае, в случае, если у человека есть решение, да, вам никто не гарантирует того, что действия, которые вы, ну вот, которые вы будете делать, эти действия, обязательно приведут к результату, который вы хотите. Потому что человек может вам что-то позволять, человек может вам, ну, как-то вот, давать возможность для того, чтобы вы делали то, что, ну, то, что он хочет, то, что вы можете сделать. Он может быть вам за это благодарным, но, но, при этом никто абсолютно не даст гарантии, что человек захочет с вами сближаться. Это повышает вероятность того, что однажды, может быть, он захочет, чтобы вы для него это делали постоянно, однажды, может быть, он захочет, он пожелает, чтобы вот так было, грубо говоря, ну, всегда. Но это не, но нет гарантии этого, в этом, понимаете. И здесь, конечно, напрашивается такой момент, как бы, готовы ли вы сами, да, готовы ли вы, как бы, верить в свою жизнь тому, кто, ну, не готов нести за вас ответственность, то есть не готов вступать в отношения, готовы ли вы вкладываться неизвестно сколько времени для сомнительных, как бы, целей, да, вот, понимаете. То есть, в этом случае, конечно, весьма важны ваши, ваши готовности. Дальше, значит, второй момент. Это момент, если человек стал стремиться к одиночеству в результате каких-то, вот, например, своих трудностей, которые у него наблюдаются, да, которые у него могут быть. То есть, есть трудности, значит, человека, и он из-за этих трудностей один. В таком случае нужно понять, что до тех пор, пока у него будут эти трудности, да, до той поры вы не сможете с ним сблизиться. Никто не сможет с ним сблизиться, если каким-то случайным образом только не затронет его вот эту вот чувствительную, важную часть его психики, которая развернет его словно ёжика, ну, к человеку, ну, вот. Поэтому, я полагаю, что если у него есть трудности, то есть, если у него, например, травмы были какие-то, если у него просто вот неуверенность в себе имеется, как у мужчины, например, то в этом случае ничего не поделать, и что бы вы ни делали, человек всё равно будет держать вас на дистанции, потому что проблема именно в нём. И вот здесь, пожалуй, мне хочется вам сказать, на мой взгляд, довольно важную вещь, что это специфика того, в какой ситуации вы оказались. То есть, вы оказались в ситуации, когда всё зависит не только от вас, но и от другого человека. Я вам даже больше скажу, что вот вы говорите, что, например, вот, допустим, я, да, значит, ну, хочу быть с ним, говорите вы. Я хочу быть с ним. А, то есть, надо полагать так, что вы его любите, да, надо полагать так, что он для вас имеет значение. Вот. Но если так, то речь идёт о принятии. И, понимаете, то есть, если вы испытываете к человеку чувства, то речь идёт о принятии его. А вы его, такое впечатление, да, не принимаете. Ну, потому что вас не устраивает его позиция, не устраивает, что он, ну, хочет быть один. И если вас не устраивает то, что он хочет быть один, если вам не нравится то, что он хочет быть один, то речь идёт о ваших желаниях, понимаете, о ваших потребностях, которые вы почему-то решили удовлетворить только с этим мужчиной. Получается, что, с одной стороны, вы с ним не естественный, с одной стороны, вы с ним не естественно с ним ведёте, потому что вы его наполняете тем значением, которого у него нет. Ну, ну, могло и не быть в более естественной, скажем так, форме, да. И вы наполняете его своим субъективным значением, которое продиктовано, ещё раз повторю, вашими собственными желаниями. И вот здесь, конечно, момент, он важный. То есть, от того, от того, насколько вы много вкладываете в него своего субъективного значения, да, вот, зависит успешность вашего, значит, ну, вашей задачи. Потому что для того, чтобы, грубо говоря, ну, чтобы мужчина был с вами, нужно быть естественным. А вы неестественны, потому что вы от него чего-то хотите. Понимаете? Понимаете? И для того, чтобы быть естественным, нужно чётко понимать, что вам от него нужно, и не увязывать только с ним, да, то, чего вы хотите. Не увязывать только, не увязывать с ним ваше желание. Вот. То есть, я допускаю, что вы хотите, значит, с ним быть в отношениях, я допускаю. Но что делать, если, например, он не хочет быть в отношениях с вами? Что тогда? Может же такое быть? Конечно, может. И получается, что вы не готовы принять его выбор. А это уже вопрос о том, любите, насколько вы его любите. Насколько у вас искренне к нему чувства, насколько эти чувства чисты. Насколько они лишены примесей. То есть, какого-то желания, может быть страха одиночества, может быть импринтинга. Когда вы видите какого-то мужчину и понимаете, что вот это вот, это вот ваше, он ваше, вы, значит, ну, вы хотите быть только с ним, грубо говоря, и всё. То есть, это как бы некий образ, запечатлённый, скорее всего, в детстве. Понимаете, да? Вот. То есть, тонкость вся, она именно в этом. Именно тонкость вся, она в этом. Понимаете, насколько вы, ну, я так скажу немножечко, я скажу, немножко высокопарно, да, сейчас. Насколько чисты ваши, насколько чисты ваши помыслы в отношении него. Понимаете? Понимаете? И насколько вы считаете для себя правильным и адекватным, значит, то, что вы мужчину как бы используете, да, стараетесь использовать для своих целей. И можно ли на этом построить отношения, можно ли на этом построить любовь, ведь, понимаете, мужчина, он чувствует, он чувствует, что вы как-то, ну, как-то хотите, хотите от него чего-то. И он понимает, что вы настаиваете на этом. И, скорее всего, то, что вы настаиваете на этом, не добавляет ему оптимизма по поводу вас. Потому что это давление на него с вашей стороны. Понимаете? Даже если вы ничего не делаете, даже если вы никак себя не обрежаете, он просто знает, что вы этого хотите. Так что у него нет предположений, что вы где-то ещё это получаете. То есть, грубо говоря, если вы начинаете, там, допустим, с другим мужчиной и мужчиной встречаться, да, ну, я грубо говоря, для примера, что человек просто понимает, ага, она встречается с другим, значит, типа, она готова, там, ну, идти за своими желаниями. Вот. То есть, я, как бы, ей ничего не должен, и вот тут уже я сам, как бы, с собой разговариваю на эту тему. И для людей, которые хотят быть одинокими, это важно. Вот, вот, важно, так, такие моменты важны. Дальше. А, значит, после, а, если вы немножко неправильно написали, после длительных отношений, а, значит, чисто интимного плана, постепенно стали общаться ближе. Ну, тут, конечно, сразу нужно сказать, что, если вы уж выбираете, да, если вы выбираете уж для себя интимную сферу отношений, вот, что, ну, как бы, как бы, чему удивляться, что мужчина не хочет переводить отношения в более близкие. То есть, зачем ему это делать, потому что у него уже есть с вами секс, а, и у него уже есть вы, по сути. Причём, тогда, когда удобно ему, ну, зачем ему более близкие отношения. А, здесь возникает, возникает, эм, такой момент. Если, эм, вы хотите его заинтересовать, нужно перестать играть по его правилам. Вот и всё. То есть, грубо говоря, никакого секса, да, если, там, это не, ну, если ничего, ничего серьёзного, по вашему мнению, не происходит. А, никакого общения, если, по вашему мнению, за этим общением, ну, ничего не стоит, и так далее. Понимаете? То есть, нужно играть по своим правилам. А для того, чтобы понять, какие правила, нужно сначала увидеть, а что, ээ, что обусловило, да, нужно увидеть, как вы пришли к тому, чтобы, ээ, вступать с мужчиной в чисто, эм, интимные отношения. Ведь вы же, ээ, для чего-то в них с ним вступили. Понимаете? Вы же не донесли до мужчины сразу, что, вот, дорогой, ээ, как бы, ты мне очень нравишься, ээ, я знаю, что нравлюсь тебе так, так же, да, ээ, соответственно, ээ, но, тем не менее, меня эта ситуация не устраивает, ээ, поэтому, как бы, если ты хочешь, чтобы у нас с тобой все это получилось, то, я только согласен на, ээ, на такие серьезные отношения, вот. То есть, я не согласен просто на интим. А когда вы согласились на интимные отношения, вступили в них, вы уже показали свою, ээ, ценность мужчине. И дело не в том, что теперь вы не сможете поменять у него, ээ, свое мнение о себе. Сможете, может быть. Но для этого нужно последовательное поведение. Это последовательное поведение, оно, ээ, в случае с вами, ну, как, вот, я, ээ, понял, как мне это видится, ээ, в случае с вами последовательное поведение, оно, ээ, измеряется, ну, довольно длительным, эээ, промежутком. То есть, это не, ну, это не месяц, скорее же, да, и не два, я так думаю. Ну, на мой взгляд, мне так кажется, мне так кажется, вот, дальше идём, значит, так, значит, мы постепенно стали общаться, значит, теснее, почти три года уже. Но, если он привык быть один, жить один, один ходить в кино, один спать, есть, ничего не планировать, а спонтанно встречаться уже не получается, тут не очень понятно, то есть, не очень понятен, вот, смысл, да, того, что вы написали. То есть, вы говорите, если, если, он привык делать какие-то вещи один, 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 привык, да, если он привык всё делать спонтанно. То есть, так, ничего не планировать, пишите вы, если он привык. И при этом говорите, что спонтанно встречаться уже не получается. То есть, с одной стороны, вы акцентируете на то, что вы хотите встречаться, то есть, это опять идет непринятие мышины. С другой стороны, вы, значит, слежаете его непланирование, ну, отсутствие желания планировать, до уровня, значит, своих встреч с ним. Ага, значит, дальше. Опять же, непонятно, ну, вы пишите, если он привык быть один, 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 то что? Сообщение, эээ, предложение не закончено здесь. У него нет особенной потребности в женском оптице, имеется в виду, постоянная и с нацеленностью на какое-то развитие. Для этого нет стимула. Либо это страх, страх. Либо это решение. Ну, то есть, опять же, все то, что я сказал. Ему в голову ничего не приходит, кроме как сходить в кино, все это я предлагаю, он оказывается небольшой любитель этого. По проблемам в том, что вы длительное время соглашались на то, что он предлагал. То есть, вас устраивало то, что он хочет ходить, он только хочет ходить в кино. И вы требуете от него больше, вы вообще требуете от мужчины того, чтобы он был другим. Не тем, кто он есть, а другим. Понимаете? И как бы момент здесь такой, если этот мужчина будет другим, то это будет не тот, кого вы любите. Либо некий идеальный, по вашему мнению, мужчина, которого, к сожалению, не существует. Что касается тупика, то в тупик, к сожалению, вы загнали себя сами тем, что требуете от этого мужчины того, что нужно вам, и требуете только от него. Дальше. Значит, прошу не давать советовать сказать другого. Теоретически возможно, что закорененному взрослому холостяку трудно дается сближение и выведение отношений на новый уровень. Да, вы правы. Только у холостяка должна быть мотивация. А вы готовы тянуть его за собой в отношениях? Готовы быть постоянно инициатором? Готовы постоянно быть активным? Если да, то пожалуйста. Это ваше право. Другое дело, что вы вот в тупике оказались и вы готовы тратить свою жизнь на это. То есть, как бы, ну, если вы говорите не давать советовать сказать другого и спрашиваете возможно ли, что закорененному взрослому холостяку трудно дается сближение, да нет, на самом деле закорененный холостяк, он, если это осознанный выбор, он легко сближается. Знаете, ваш мужчина, он, как мне видится, не просто холостяк. Он именно боится сближения, он именно видит в нем угрозы для себя. Значит, это патология. Значит, вы боретесь с патологией. И либо вы признаете, что у мужчины патология, либо вы признаете проблемой то, что вы хотите чего-то, то, что нужно вам для себя только от него, либо вы будете использовать те рекомендации, которые дал я выше, но не факт, что это сработает. Ещё раз подчеркнув, потому что здесь есть другой человек. Что я могу, значит, сделать для развития, если он пока, допустим, не совсем уверен в себе и в чувствах ко мне? Это всё же возможно? Возможно, что? Если он не уверен в себе и в чувствах к вам? Нет. Нет. Это невозможно. Чувства либо есть, либо их нет. Если мужчина не уверен, значит, их нет. Просто он не хочет вам об этом говорить, чтобы вас не терять. Вот и всё. Что вы можете сделать для развития, я сказал. Выше. Ну, раньше. Знаю, у него не было серьёзных отношений именно отношений с планированием будущего. Я так понимаю, что для вас планирование будущего – это что-то такое очень важное, потому что вы уже второй раз о нём упоминаете. Вы знаете, серьёзность отношений не определяется планированием будущего. Если для вас планирование будущего – это важно, то я рекомендую себя же спросить, почему планирование будущего для вас важно. Так. Ни с кем не жил. Был определённый негативный опыт, претензии и так далее. Ну, знаете, если человек негативный опыт и претензии воспринимает как повод для смены своей жизненной позиции по отношению к женщинам, да, то есть не стремиться к семье, не стремиться к тому, чтобы стать мужем, чтобы там у него появились дети и прочее. Прочее – значит, это программа на уничтожение себя. Я полагаю, что можно сказать, что мужчина довольно-таки склонен к депрессии, да, склонен к апатии, к меланхоле и прочее, прочее, прочее. А это ещё раз повторю – патология. Если вы человеку не сможете показать, что это ненормально, что он хочет быть один, то неважно с кем он будет – с вами, не с вами, просто что это ненормально. Если человек сам не признает, что его стремление к одиночеству является аномальным для него, ну, потому что у него был негативный опыт, то есть, и, видимо, попытки-то были всё-таки, ну, вот. Что, вот, если он не признает проблемы, то вы будете биться об стену, по сути. Это будет как лотерея. И опять же, к вам вопрос – вы готовы сыграть в лотерею? В общем, женщинам он не доверяет. Так это его проблема, если он не доверяет. Это его проблема, не ваша, поймите. Когда пытаешься его вывести на откровенный разговор, ему проще сказать – нет, чем согласиться. А согласиться с чем? Как вы связываете откровенный разговор и согласие? Вообще, откровенный разговор, мне кажется, отличается тем, что человек говорит, выслушает, не соглашение с чем-либо. Хотя на действиях вижу, что готов попробовать расширить диапазон нашего общения. Готов попробовать расширить диапазон нашего общения. Если вы видите, что готов, значит, вы видите и как готов. В какую сторону? Где бы он ваше общение сделал более интенсивным? Подумайте. Ведет не так себя агрессивно, как раньше. А, раньше он вел себя агрессивно, а вы терпели. Зачем? А раньше мог ответить, я тебе ничего не должен, у меня своя жизнь, и вы это принимали. Зачем? Сейчас он уже не говорит, но говорит, может быть, как-нибудь и сходим сделаем. То есть ни да, ни нет. Прошу мне помочь, как же с ним вести, сейчас себя вести. Ну, я полагаю, что я вам дал ответ на этот вопрос. Вот. То есть я вам ответил, на самом деле. Здесь, мне кажется, больше проблема именно в вас, что вы предпочли зациклиться на нём. Понимаете? А так свободные отношения не выстраивают. Серьёзные отношения на зацикленности не выстраивают. То есть если вы действительно хотите серьёзных отношений, то я бы предложил отказаться от зацикленности. И вот тогда реальный шанс того, что вы сможете построить отношения с мужчиной, вполне себе будет. На этом всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. И небольшой такой постскриптум будет. Мне показалось, что вы, вот знаете, застряли в этом состоянии. То есть вы говорите, не давайте советов искать другого. То есть такой вариант решения вас не устраивает. Вам нужно именно с этим мужчиной. Но почему именно с ним? Особенно если у вас, допустим, есть к нему чувства. Почему именно с ним? Ему так хорошо. Почему бы его не оставить? Почему бы не позволить ему быть счастливым, а себе быть счастливой? Например. Получается, что для вас подобная неопределённость чем-то, ну, чем-то важна. Получается, что вы по какой-то причине не можете посмотреть на ситуацию шире, чем только в контексте этого мужчины. А у этого тоже есть причина. Возможно, вы подсознательно выбираете такого мужчину, потому что сами боитесь близости. Может быть, что-то ещё. Но ещё раз повторю, у этого есть субъективные причины. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...